Немного вспомнить одну историю из Библии, Священного Писания. История одной из семьи, которую мы хорошо все знаем. История семьи Аврама. В частности, семья Исаака. Давайте я немного представим момент. Мир. Смешанные языки. Строили Вавилонскую башню. И Бог зашел и смешал языки. Люди друг друга не понимают. И написано о колене Сима. Бог избирает одно колено. Так написано. Вот родословие Сима. Разве не удивительно, что из всего мира Бог находит один поток, один ручеек. И говорит, кто кого родил. И доходит до Аврама. Бог наблюдает, Бог ищет. С высоты своего престола. И нашел одного человека. Аврама. И обращается к ним. И дальше он говорит, что я благословлю тебя. И все мини твоем благословлятся. Все народы. Бог заключает с ним завет. Бог всемогущий. Ведь я всемогущий. Я заключаю с тобой завет. Я буду Богом. Потомков твоих. После тебя. Что может быть лучше этого? Продолжение следует. Ты избран из множества народа. С высоты своего престола. Бог обращается к тебе. И он говорит, выйди из этого мира. Пойди туда, куда я тебе скажу. Я буду твоим Богом. И Богом потомков, но их после тебя. Великое обетование или нет? Может быть лучше этого что-то или нет? Не может быть лучше этого ничего. Всевогущий Бог. Он обещает каждому из нас. Он говорит, я буду Богом твоих потомков. После тебя. Мы временные жители. Мы исток, который вечно неизменный. Он верный. И он говорит, слово мое. Она пребудет. Она исполнится. Мы знаем. У Абрама. На тот момент не было детей. Знаете, вчера вечера, когда я лег спать. Это было второй или третий час ночи. И я вдруг начал думать. Вот если бы Бог. Мы говорим. Если бы Иисус сказал. Выбери мне 15 апостолов. Из которых я должен сделать свое дело. Я бы лично никого из них не выбрал. Мы бирададарцы, ватиканцы, им тормят и дан аравичевты. Потому что когда человек выбирает. Он выбирает своими мерками. По своим представлениям. По своим возможностям. Я подумал. Если бы Бог сказал. Вот выбери человека мне. Через которого я буду благоставлять все племена. Наверняка никто из нас. Не выбрал бы Абрама. Не потому что он хороший или плохой. Но не знали бы его сердце. Не знали бы его сердце. Но если бы Бог говорит. Что я хочу в племени, в семени его. Благоставить все народы. То сказал бы. У него нет детей. У него нет никакой перспективы иметь детей. Ему уже 75. Сара до сих пор не родила. Утром ее в омертвении. Мы бы так думали. А Бог думает по-другому. Он избирает Абрама. У Абрама рождается сын Исаак. Он становится наследником этого завета. И Бог ему говорит. В семени по-другому. Значит, Исаак как очередное звено. Он неконечное звено. Значит, у него будет сын. И в семени его сына. Бог будет благословить. Мы знаем, что Исаака родила с двора твоих детей. Еще в утробе они воевали друг с другом. Написано, что Исаак любил Исаак. Потому что дичь его была по вкусу ему. А Абрама любила Иакова. И пришло время. Когда Исаак составился. Притупилось зрение его. Я подумал, что дни жизни его на земле уже заканчиваются. А Бог ему еще не сказал, кому благословить. Но он знает, что в этом завете должен быть наследник. Он сказал, что Исаак любил Исаак. И он говорит, что Исаак не дичит. Я поел и благослови тебя душа моя. И Оливейка любила Иакова. И она хотела, чтобы Иаков стал наследником этого благословения, этого завета. Она услышала, что говорит Отец. И Исаак и Ребека, они предпринимают попытки человеческие. И мы знаем, что она надевает сына своего богатую одежду Исааку. Приготовила то кушание, которое любил Исаак. И дала в руки Иакову. И сказала, отнеси отцу своего. И написано в 18 стих, в 27 главе. Так, так. Он вошел к отцу своему и сказал, Отец мой. И представьте момент. Кого ждет Исаак. Иакова или Исава. Он кому сказал, принеси мне дичь. Исав. Он ждет Исава. И он знает, что по времени, еще рано, чтобы Исав пришел. И когда он услышал голос Иакова, что тот ему принес кушание, что-то произошло внутри. И разве не удивительно, когда отец задает своему сыну вопрос. Всего его сына притупило зрение. и слуха. Кто ты, сын мой? Кто ты, сын мой? Иакова говорит. Я Исаак, первый лист твой. Я сделал, как ты сказал мне. Я хочу, чтобы основным вопросом этой проповеди был вопрос, Исаак задает вопрос своему сыну. Кто ты сын мой? Он говорит, я Исаак переменствует. Давайте все ставим. Давайте вопрос. Кто ты? И еще. Давайте так. Условия этой проповеди. Да, в принципе, каждой проповеди это принцип какой. Давайте мы представим, что ты один в зале. Вот ты не отглядом сидишь. Нет проповеди. Но ты слышишь голос. И это будет обращено к тебе. Не важно кто ты. Она обращена к тебе. Этот вопрос. Кто ты? А сейчас я хочу немного вернуться в Новый Завет. И прочесть место из Священного Писания. Это послание Колоссяну. Первая глава. Я читаю с 24 стиха и ниже. Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скопе Христовых за тело Его, которая есть Церковь. 24 стиха и ниже. 24 стиха и ниже. Дала саму первая глава. Продолжение следует. Вдруг. Продолжение следует. вас, чтобы исполнить Слово Божие. Тайну закрытую от веков и родов, ныне же открытую Святым Его. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников. Которые есть Христос в вас упование славы. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Которые есть Христос в Боге. Давайте простыми словами. Апостол Павел является служителем Церкви Христа. В этом служении он несет страдания. Я радуюсь. Я радуюсь за эти страдания. Почему он радуется страданиям ли? Нет. Он радуется тому, что он исполняет волю Божию. Что он исполняет Слово Божие. И даже когда страдает за это, он рад. Рад потому, что он на правильном пути. Он исполняет волю Божию. Он открывает людям ту тайну, которая была закрыта. Отвлеков для язычников. Какая это тайна? Христос в вас. Христос в каждом, кто веровал в Нему. Евреи или другой национальности. Это Христос в вас. Это упование Славы. То есть, когда Христос в вас. Есть надежда, что мы разделим Славу Божию. Там на небесах. То есть, мы войдем в эту Славу. И чтобы мы, каждый из нас. Чтобы ты, я, вошли в эту Славу. Апостол Павел говорит, я тружусь. Сегодня этот труд продолжается. И используя ту премудрость, которую он имеет. Я это вразумляю. Вот сегодня проповедники. Вот какой мудростью обладают. Но насколько выросли. Насколько вы способны. Мы стараемся вразумлять. Каждого, кто Христос в нас. Христос в тебе. Это из упования Славы. Зачем мы вразумляем? Зачем Павел вразумлял? Зачем этот труд сегодня продолжается? И написано, чтобы представить каждого человека пред Богом, да? Совершенным во Христе. То есть. Посмотрите. Чтобы каждый человек. Каждый из нас. Предстал пред Богом. Совершенным. Но не где-нибудь. А в Иисусе Христе. Он в нас. Мы в нем. Совершенным. В других переводах. Зрелый. Или возмужавший. То есть. Выросший. Стремящийся к совершенству. Что это такое? Процесс. Что это должно происходить в каждом из нас. И внешний. А в внутренний процесс. Напомните? Кто как людей. Не тот, который по наружности. Или не тот, который на плотности. На тот людей. Кто внутренний таков. И то обетование. Которое в сердце. По духу. А не по Богу. Ему и по хвалу. Не от людей. Но от Бога. Я еще хочу открыть. Со священным писанием. Это послание к эфицианам. Четвертая глава. Я читаю. 21 стиха. Потому что вы слышали о нем. И в нем научились. Так как истина в Иисусе. Не рядом. И где-то близко. А в нем. В нем истина. И вы в этом научились. В чем заключается. Отложить прежний образ жизни. Ветхого человека. И сливающего в оборудительных похотях. А обновиться духом ума вашего. И обличиться в нового человека. Созданного по Богу. Праведности. И святости истины. Тогда мы говорим обновиться духом ума вашего. Мы говорим в тот центр. И в сердце. Где наш разум. Где наши чувства. Где наши эмоции. Где наша воля. Она должна изменяться. Оно должно меняться. И когда мы говорим облезься в нового человека. Старый должен уходить. Потому что он истревает. Он погибает. Его желания. Они делоплотят. И он не может войти. Его должны измениться. Это процесс внутренней борьбы. И облезься в нового человека. Он должен уходить. То есть там одеться. Как бы одеться. Но это как пример. То есть он должен проявиться в вас. Но если мы выникнем. Если мы поверхностно посмотрим. то это будет внешняя форма. Но если мы выникнем слова. То нравится о внутреннем человеку. Созванного по Богу. Праведности и святости истин. Братья и сестры. Мои дорогие. Я знаю. Что этот процесс очень сложный. Этот процесс болезненный. Это война. Это не просто борьба. Это внутренняя война. Не нажиться на смерть. Между тухом и плотью. Если будете жить по плоти. То какой конец? Умрет. Да. А если духом умершать. Дела плоти. То же вы будете. И написано. Дела плоти какие. И каков плод духа. Каков плод духа. Плоды. Они не проверяются сразу. Плоды это результат. Того и той функции. Которые исполняют корни. Дерево. И внутренних процессов. Происходящих в дереве. Сегодня ни одно дерево не имеет плодов. По времени. Не время плодов. Есть деревья которые начинают свистеть. Придет время. На деревьях появится листин. Потом плоды. Потом придет время. Когда мы будем собирать плоды. Кто-то собирает. Кто-то ест. Сегодня нет. Но это не говорит что дерево мертвое. Там проходит процесс. Который мы не видим. Но результаты этих процессов. Появляющийся плод. Не тот который повесили. А тот который появился изнутри. А. Сегодня. К сожалению. Нарушены приоритеты в христианском мире. Сегодня. Тоти хотят. Чтобы нормой. В церкви было то что правильно в мире. То что норма в мире. И это. Познавайте. Плоды твои. Твой образ жизни. Погадаю. На сколько далеко ты отошел от этого мира. Где ты сегодня? На сколько далеко ты отошел от этого мира. Сегодня брат напомнил одно място. Кто любит мир, кто у меня любви очень. И вот я сегодня хочу еще раз помнить этот вопрос. Кто ты? Яков хотел иметь благословение. Это хорошее желание. Ребега хотел, чтобы он с ней получил благословение. Он стал наследником того завета, который был заключен с Авраамом. Перешел на Исаак. И кто-то из сыновей должен был наследоваться. Бог ей сказал, что это будет Яков. Помните, написано, что Яков возлюбил, а Яков возлюбил? Ну так Бог избрал. И мы видим, что Бог не ошибается. Исаак пренебрег своим первородством. И не брег тем, что имя. Но чтобы Яков получил. Он загремировался. Переоделся. Внешне это был Исаак. И когда Исаак ожидает Исаава. И слышит голос Якова. Какая-то растерянность. Кто-то седьмой. Я Исаав. Сколько вопросов прочтите эту главу дома? Сколько вопросов? Задает Я Исаак. Потом говорит, подойди, я ощупаю тебя. Я плохо лежу. Я ощупаю тебя. Ощупал и говорит. Руки Исаава. Голос. Голос Якова. Иногда, братья и сестры. Мы хотим показаться не теми, кому кем мы есть. Иногда мы хотим показаться больше, чем мы на самом деле есть. Мы сегодня здесь сидим. Мы одеты в христианскую одежду. Мы можем улыбаться. Мы можем петь. Мы можем молиться. Мы можем показаться друг при другом хорошими христианами. Но кто ты? Богатая одежда. Богатая одежда дает какую-то солидность. Больше доверие. Запах не от Якова, а от одежды. Голос Якова. Голос Якова. Голос Якова. Голос Якова. Знаете, как бы ты не переодевался, как бы я не переодевался, голос внутренний. Мое поведение. Мое поведение. Мое поведение. Твоя внутренность, которая выдает твой голос. Это не Исаа. Это не Якова. Как бы ты не показывался, что ты такой. Иудея не тот, который по-нарушности направил. И обрезание не то, которое находится. А иудея, который внутри такого. И обрезание то, которое потухло в сердце. Там, внутри. Вы помните момент? Когда Голиаф поносил войско в Израиле. И когда Давид хотел выступить против него. Саул из хороших побуждений одевает Давида в свои доспехи. Послушайте. Царский доспех. Самые дорогие. Под успехом видно этот царь. Давид помазан в царе. Она еще не царь. И когда одели у него эти одежды. Он оделся. Походил. Не могу. Неуютно. Это не мое. Знаете, как часто мы, христиане, хотим показаться больше, чем мы есть на самом деле. Исаак торопился. Исаак торопился. Ребекка торопилась. Иеков поторопился получить благословение. Стать наследником этого обетования. Но еще не пришло его время. Он еще не пришел в то состояние, когда Бог мог его благословить. Так бывает у нас. Мы одеваем на себя одежду. Мы применяем другие доспехи. И приводим в замещательство людей голос. Послушайте. Братья и сестры. Даже по телефону, когда вы говорите, вы можете определить состояние человека, его настроение, его пол, его возраст. Примерно. Да или нет? Даже по телефону. Я недавно взбометну, сестра. Но как всегда дела? Секрещу. Хорошо, брат Гарри. Голос я слышу, что не совсем хорошо. Да? Но она хочет, чтобы было хорошо. Я ни в коем мере не обвиняю. Сестра не хотела, чтобы я переживала. Я звоню одной сестре, уже другой. Как ты? Ну ничего. Но я слышу, что ты не здорова. Мы можем определить или нет? Конечно. Конечно. Как бы мы не переодевались, но когда мы начинаем жить, вот этот голос того, кто переодет, кто перегримирован, он выдает, кто он на самом деле. Я говорил, я говорил, верим. Я говорю, в этот момент, если ничего не будет, я буду славить Господа. Вы знаете, я верю, что брат, когда говорил эти слова, он верил в них. Он думал, что он таков. Он хотел быть таковым. Это хорошее желание. Но когда пришел момент, он понял, что он не сказал. Псалмопея с Давид, он обращается к Богу и говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои. и узнай, это основная моя пути. И направь меня на путь. Иногда даже мы не можем понять, кто мы, насколько мы выросли. Мы иногда думаем, что мы выросли. Мы можем что-то преодолеть. Но когда приходит момент сдачи экзаменов, или тест проходим очередной, оказывается не так. Что-то не то. Рад говорит, когда пришли трудности, я понял, что моя вера не такая. Вы знаете, на протяжении почти полтора года я знаю, я тоже проходил большой испытатель. Мне было сложно, мне было трудно. Мне до сих пор больно. Я преподаю, преподаю, как стать лидером, служителем. Я говорю о трудностях и как должен себе человек вести в этих трудностях. Вы знаете, когда пришла трудность, мне нужно было сдать два креста. Твердость и сдержимость. один я сдал, а в целом случае я думаю, что я сдал. Второй завалил. Не смог. А может быть, тройка с плюсом, но никак не петерправить. Прошла трудность. Голос Иакова заговорил. Внешний один, а внутри все-таки Иаков. Я не говорю, что Иаков плохой. Иаков хотел показаться не самым. Но я не говорю, что Иаков не хотел показаться. Иногда бывает в нашей жизни. Мы хотим показаться больше, чем мы есть. Сколько сомнительных вопросов могу иметь у Исаака. Торопился Исаак, торопился Ижека, очень желал Иаков и только потом понял Исаак, что он потерял. И пришел момент, когда между этими двумя пришел момент, кто-то кого-то должен был убить. А помните, Исаак сказал, приближается до дни плача по отцу моему. Торест вам в своем сердце сказал, когда умрет мой отец, я убью Иакова. Два племени во войне, война, дух и плоть. Она всегда в войне в войне. Всегда в состоянии войти. Я не провожу прямой там, прямой как бы прообраз, но кто-то кого-то должен убить. Иак убегает. Устын на месте. Нашел камень, положил голову на него спать. Потому что году уже темно, пришло время спать. Самое неподходящее время сна. Самый неподходящий может быть момент для того, чтобы получить Божий благословер. Обычно люди думают, что это должно быть что-то пышно, очень торжественно. Как неемом пришел исцелиться от проказы, а Елисей даже не вышел. Он сказал, пойдите, скажите ему, пускай окунется в Иордане, в это Елисеев. Ура, все очистится. И что сказал этот немом? Я такой. Я отсюда пришел. Я думал, он выйдет, призовет имя Бога своего, послушает руки на меня, а он говорит, не пойди в Иордан. Наши реаги лучше. Они бы сказали, сделать то простое, что он тебе сказал. Если он сказал бы тебе что-то сложное, мы бы сделали. Обычно мы думаем, что-то сложное. А Бог говорит, облеките смиренно мудрием. Смиренно мудрием. Ну, хорошо. Оригинал говорит, облеките смиренном мыслие. То есть имейте смиренные мысли. Почему? Потому что Бог морчил и азрит. Потому что Бог гордый противится. А смиренным даем. Что? Благодать. Проходит время. Помните, он говорит Лавану, детство своему Яков говорит, вот двадцать лет, которые я был у тебя. И посмотрите, какие двадцать лет. Сколько раз менялась наглядность. Сколько раз ему приходилось переживать страх. Это же это же в открытом поле. Затарый овец. Он остается где-то. Загоняйте в загон. Васты. Когда говорится, я из двери овца. Когда овец на ночь загоняли куда-то в загон. Всего одна дверь. И под этой дверью на ночь ложился спать. Пастер, пастух. Он не жжел в какую-то комфортную гостиницу. А именно там, рядом с моим овцем. Вот где-то мои двадцать лет. И мы видим совсем другого Якова. Когда друг разрушался домой, ему сказали, что Исаф вышел тебе навстречу. Естественно, он испугался. Да, он предпринял попытку задобрить его. Но самый главный момент он склонился пред Богом. Я не достойен всех невилостей. Он полностью уповарив уже на Бога. Не на свою хитрость, не на какую-то предприимчивость. А Яков приближается к тому состоянию, когда Бог его должен назвать другим именем. Попомните, в ту ночь кто-то пришел и боролся с ним. Всю ночь. Уже восходит заряд. Отпусти меня. Ангел повреждает ему бедро. Больно. Попробуйте что-то вывихнуть. Болит? Болит ступню. Болит или нет? Болит. Останьте бедро. Самым мощным суставом. Если я его вывихну, это очень большая боль. Но не смотря на эту боль, жажда получить благословение Божие больше, чем эта боль. Не отпущу тебя, пока не благословишь. Скажите твое имя, братья и сестры. Кто ты? Кто ты? Павел говорит, что мы трудимся. Мы открыли ту тайну, сокрытую от веков. Христос спас. Прибудьте во мне и я в вас. Это условие, чтобы мы имели плоды. Без меня вы ничего не можете сделать. И это та тайна. Христос вас. И весь процесс моего труда он говорит. Это чтобы представить каждого человека, над кем я дружусь. Пред Богом, зрелым, возросшим, совершенным во Христе. Кто ты? Как твое имя? Любил я Яков. А мне ты уже не Яков. А Израиль. Ты боролся с человеком. Ты боролся с Богом. Ты не хочешь победить людей. Мы должны прийти к этому периоду. Я тому состоял, когда Бог спросит у тебя. Как твое имя? И ты скажешь, но ты честно, по смирению ты уже Израиль. Если сегодня Бог ощупает тебя, так как Исаак Якова Исаак Яков. Исаак Яков. Как твое имя? Руки. Это пара. Хелеб. Руки. Руки. Исава. Исава. Продолжение следует...